КУНЕФА КУНЕФА Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить восточную сладость, которая в Египте называется КУНЕФА. Для приготовления нам потребуется сам полуфабрикат теста КУНЕФА, который вы можете найти в своих супермаркетах. У меня вот такой вот компании КУНЕФА. Они обычно находятся в морозильной секции. Сироп. Его рецепт вы можете найти у меня в видеорецептах. Молотые орехи. Вы можете взять любые. У меня грецкие. Можете взять любые орехи, какие вам нравятся. И топленое сливочное масло. Я беру, вот так вот распределяю, разбираю вот эти вот волокна КУНЕФА. Вот так вот, чтобы они отделились друг от друга. Потому что в упаковке они достаточно спрессованные. Можно их вот так немножечко порвать. Вот так вот, таким образом. Вот сейчас они готовы. Я добавляю в наш полуфабрикат КУНЕФА. Вот так вот, две полные столовые ложки топленого сливочного масла. Если у вас его нет, вы можете использовать просто размягченное сливочное масло. И вот таким вот образом начинаем перемешивать, перетирать с этим маслом все наше тесто. Каждый кусочек должен быть пропитан маслом. Вот так. Очень аккуратно. Мы закончили перетирать тесто. Сейчас я беру форму. У меня вот такая маленькая. Я хочу сказать, что я использовала половину упаковки КУНЕФА. Значит, если вы будете использовать всю, умножайте все ингредиенты, скажем так, по маслу на два. Не две, а четыре. Сверхом столовые ложки. Вот так я смазала формочку маслом. И теперь начинаю заполнять один слой. Вот таким вот образом. Нужно все равномерно заполнить. Как только вы заполнили формочку текстом КУНЕФА, нужно ее вот так вот руками придавить, уплотнить. Вот так. Вот видите, все готово. Теперь на уплотненное тесто мы выкладываем слой молотых орехов. Как я и говорил, вы можете взять любые орехи, которые у вас есть в доме или которые вам нравится купить. Вот таким вот образом мы равномерно выкладываем этот слой. Как только вы выложили слой орехов, вы начинаете выкладывать второй слой теста. Начинаете вот таким вот образом равномерно закрывать орехи вторым слоем теста. Вот так. Как только вы выложили все тесто, нужно тоже вот таким вот образом, вот так вот плотно его прижать руками, уплотнить. Вот так. Вот мы уплотнили тесто. Я могу его сверху задекорировать орешками, но это не обязательно. Если у вас нет, значит, не нужно этого делать. Вот так вот просто. Вот. Наша кунефа готова к выпечке. Я зажигаю плиту, включаю на температуру 400 градусов по Фаренгейту или 180 градусов Цельсия. Выпекаем кунефу в течение где-то 25-30 минут. Мы смотрим, как только она красиво зарумянится сверху, значит, она готова. Прошло 25 минут. Наша кунефа готова. Я переложила кунефу на тарелку. Теперь, пока кунефа горячая, я заливаю ее холодным сиропом. Есть такое правило. Если кунефа горячая, нужно заливать холодным сиропом. Если она холодная, мы заливаем ее горячим сиропом. Если сироп будет горячий, то тесто внутри сварится и будет такого неприятного, неприятной консистенции. Если и то, и другое будет холодным, то кунефа не сможет равномерно пропитаться. Ждем, пока кунефа пропитается. Это займет где-то 10-15 минут. Наша кунефа готова. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня! Продолжение следует...